Лидеры российских мусульман заявили, что исполнители атак в Париже – это убийцы и террористы, но не приверженцы ислама. Зампредседателя Совета Муфтиев России Рушан Абясов считает настоящими верующими мусульманского продавца, укрывшего еврейских покупателей от нападения в кошерном магазине, и мусульманского полицейского, убитого в ходе атаки. Вот это истинный ислам, когда человек спасает людей, а не когда он убивает. Потому что, еще раз подчеркну, с точки зрения ислама, да, они оскорбили пророка. Но Коран как учит отвечать на данное событие? Отвечай лучшим. В то же время Абясов считает, что изображение и высмеивание исламского пророка Мухаммеда является таким же грехом, как и убийство, поскольку может вызвать ответную реакцию. Греховность, убийство человека, мы знаем, это самый тяжкий грех, то есть один из больших грехов. Но водить смуту, водить раздор в обществе с точки зрения ислама является еще больше грехом, потому что от этого греха, от раздора и смута может погибнуть не один человек, а десятки, сотни тысяч людей. После атак россияне и иностранные жители Москвы возлагали цветы к посольству Франции и стояли там со свечами. Как и в других странах Европы, многие также обсуждают возможность высмеивания религии, говорит художница Людмила Курилович. Я думаю, что прежде чем какой-то поступок, надо очень хорошо подумать о последствиях. Я думаю, очень. Задумываться и действовать все-таки по общеизвестным принципам Марат. Меня оскорбляют чужие идеалы, чтобы не взяли это себе как повод. Но религиозные чувства и страх нападения не должны быть определяющими в вопросе о том, что можно публиковать, считает компьютерный специалист Марат. Небольшое количество богохульства вообще это полезно, чтобы всякие там террористы не могли говорить нам, что нам публиковать. В России также появились теории заговора, согласно которым во всем виноваты зарубежные силы. Газета «Комсомольская правда» и прокремлевский телеканал «Лайф Ньюс» распространили сообщения, что события во Франции были спланированы в США, но не представили никаких реальных доказательств этому. Российские власти поспешили осудить атаку как теракт, но в некоторых заявлениях говорилось, что убийства доказывают, что именно терроризм, а не Россия, являются реальной угрозой Европе. Тем временем российские мусульманские лидеры опасаются ответной реакции со стороны европейцев правого толка, которые осуждают эмиграцию и обвиняют ислам в том, что он ассоциируется с экстремизмом и терроризмом. Мусульманские лидеры призывают к диалогу, чтобы избежать бедопонимания. Продолжение следует...